Уважаемые коллеги, в 2020 году система образования столкнулась с чрезвычайной ситуацией. В этой связи я хотел бы подчеркнуть особую значимую роль ЮНЕСКО и отметить оперативность организации по мобилизации общих усилий и совместному поиску решений по выходу из кризиса. Российская сторона всецело разделяет принципы и приоритеты итоговой декларации, глобального совещания. Фактически документ оформляет и закрепляет основные направления деятельности, инициированные и реализуемые в государствах, начиная с периода вспышки инфекции. Так, в России в целях поддержки университетов было выделено более 105 миллионов долларов США. Кроме того, Министерство науки и образования предусмотрело дополнительное финансирование во объеме около 18 миллионов долларов. Помимо этого, созданы условия для обучения в дистанционном и смешанном форматах. Разработаны более 50 онлайн-курсов для быстрого обучения преподавателям работе в цифровой среде. Уважаемые коллеги, в текущем году наши усилия были направлены на противодействие влиянию эпидемии и ее социальным последствиям. Тем не менее, крайне важно помнить о стратегических задачах в области образования и разрабатывать новые масштабные проекты с дальним горизонтом планирования и реализовывать их по мере возвращения к привычному ритму жизни. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...